Проблема фальшивого монетничества известна человечеству уже не одно столетие. Извечное противостояние заставляет правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии в производство купюр. Однако все же остаются среди злоумышленников, желающие наживиться таким противозаконным способом. По словам судебных экспертов, чаще всего в поле зрения попадают фальшивые банкноты долларов США, российские рубли, реже белорусская валюта, хотя и такой инцидент имел место быть в 2020 году. Один из последних случаев был связан с попыткой обмена лже-купюры евро. Брещанин обратился в банк с целью обменять купюру номиналом 200 евро. Данная купюра вызвала сомнения у кассира в подлинности, и кассир обратился к сотрудникам милиции. Сотрудники правоохранительных органов при опросе мужчины выяснили, что данную купюру он получил у своего брата, который в 2019 году выезжал за границу и получил деньги за проведенный концерт. При проведении исследования выяснилось, что данная купюра изготовлена с помощью растрированных форм плоской печати на достаточно высоком технологическом уровне. Если вдруг подлинность купюры, которая лежит в кошельке, вызывает сомнения, то главное, чего не стоит делать, пытаться сбыть ее. Это может опернуться серьезными проблемами. Лучше сразу обратиться в правоохранительные органы или к судебным экспертам, чтобы распознать фальшивку. Там специалисты проверят купюру и вынесут вердикт. Из более полутора тысяч проведенных экспертиз в Брестском межрайонном отделе более 40 проведено исследование денежных билетов, ценных бумаг. В более 30 случаях денежные билеты оказались выполнены непредприятием, осуществляющим выпуск данного вида продукции. То есть, проще говоря, фальшивым. Только с начала 2021 исследований такого характера проведено более 30. Проблема актуальна, и именно поэтому специалисты Комитета судебных экспертиз просят быть людей особенно внимательными. Что хотелось бы в этой связи пожелать гражданам? Более внимательно обращать внимание на денежные билеты, которые они приобретают вне банковских учреждениях, то бишь за границей, либо в иных случаях. При этом в обязательном порядке обращать внимание на сам денежный билет, а именно на мелкие детали денежного билета, на красочное покрытие, так как никогда в оригинальном денежном билете красочное покрытие никогда не будет растекаться под воздействием воды. Обратиться в ведомство можно и по другим спорным вопросам. Судебные эксперты дадут компетентный комментарий из первых уст.